итак будем строить спортивные объекты или ремонтировать старые об этом прямо сейчас здравствуйте здравствуйте студии депутата областного собрания екатерина позиева и александр дятлов в прошлый раз мы вас спрашивали уважаемые телезрители на чем нужно сосредоточиться в условиях дефицита бюджета продолжить строить по 15-20 новых уличных площадок в год или начать ремонтировать по три-четыре крупных спортзалов городах и районах нашей области и вот какие результаты мы получили 23 процента продолжить строительство уличных площадок 13 процентов начать капитально ремонтировать крупные спортзалы 62 процента половину денег направить на площадке а половину на ремонт и спортзалов 3 процента затруднились ответить я Я тоже поддержу наших телезрителей, что в следующем бюджете надо предусмотреть равные суммы, как и на ремонт, так и на продолжение строительства спортивных объектов. А сегодня хотим поговорить об инициативах, которые будут рассмотрены на сессии 25 мая. Первая зак. инициатива в Государственную Думу, запрещающая микрофинансовым организациям давать займы частным лицам. Эта инициатива возникла, в общем-то, можно сказать, по просьбе наших телезрителей. Микрофинансовые организации славятся тем, что легко дают деньги в кредит, но берут за это огромные проценты. При этом именно у микрофинансовых организаций самые беспредельные коллекторы. Именно на микрофинансовую организацию работал зверь, вряд ли уместно назвать его человеком, поджегший в Ульяновске спальню частного дома, где спал маленький ребенок. Ну и даже эта трагедия, которая потрясла всю нашу страну, не остановила коллекторов. Ленты новостей продолжают переполняться информацией, там коллекторы изнасиловали, там кого-то избили и так далее. Активная же рекламная политика микрофинансовых организаций привлекает внимание людей, находящихся в сложной жизненной ситуации, которые, не понимая схему работы таких организаций, полагают, что берут кредит на выгодных условиях. И оказываются в долговременной долговой кабале. Взяв в долг всего лишь 5 тысяч рублей, сумма долга могла вырасти до 100 тысяч. Параномальная финансовая схема фактически бандитская. Это в 90-х годах прошлого века бандиты ставили людей на счетчик. А начинались неприятности с того, что бандиты давали человеку какую-то сумму, например, на развитие бизнеса, а потом человек оказывался им по гроб жизни должен. Вот так и работают сегодня нынешние микрофинансовые организации. 60% кредитов микрофинансисты выдают физическим лицам, еще 40% получают субъекты малого и среднего предпринимательства. Но если человек, который пошел в бизнес, в принципе, понимает, куда он пошел и что он там будет делать, какие ситуации могут возникнуть, то человек простой, обычный, к этому, конечно же, не готов к такой жесткой игре. Поэтому этим законам мы предлагаем простых людей защитить от подобной ситуации. Низкий уровень финансовой грамотности не позволяет заемщикам адекватно оценить стоимость микрозайма или потребительского займа, представляемого микрофинансовой организацией, и свои финансовые возможности, что самое главное, что в дальнейшем приводит к невозврату микрокредита. С учетом того, что процентная ставка по микрозаймам составляет в среднем 600-800% годовых, шанса просчитаться с таким кредитом у гражданина практически нет. Так, на 1 января 2016 года около 3,5 миллионов человек в России оформили микрозаймы. Общая сумма микрозаймов составила почти что 70 миллионов рублей. При этом размер просоченной задолженности около 27%. Примерно половина из оформивших микрокредиты граждан берут деньги, чтобы рассчитаться уже с предыдущими долгами. Таким образом люди попадают просто в замкнутый круг. Поэтому мы предлагаем решить эту проблему радикально. Нет долга, нет коллекторов. При этом граждане смогут обращаться за кредитами в обычные банки или идти в ломбарды. Так что право на кредит остается, но в руки вымогателей, как предполагается, человек уже не попадет. Ну и безусловно это, наверное, спасет очень многих, особенно тех, кто не защищены, и пенсионеров, которые как раз чаще всего и попадают на эту удочку. И еще одна зак-инициатива, с которой мы бы хотели ознакомить наших телезрителей, это проезд многодетных семей до места отпуска. Многие родители хотят вывезти в период каникул детей на отдых. Особенно у нас северный регион, поэтому всем бы хотелось, наверное, чтобы дети отдыхали на море. Ну да, особенно те маленькие дети-дошколята, которых еще невозможно отправить ни в какие лагеря детские, которые должны отдыхать, в общем-то, со своими родителями, и желательно не на территории Архангельской области, а где-то по южнее. Но стоимость билетов почти всегда оказывается неподъемной для многодетной семьи. На сессии предложим коллегам обратиться к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Топилину с просьбой дополнить перечень мер социальной поддержки ежегодной компенсации проезда детей из многодетных семей к месту отдыха и обратно. И сегодняшний опрос звучит следующим образом. Должны ли дети, проживающие в Архангельской области, отдыхать летом за территорией Архангельской области, поближе к морю или в пределах своей родной области? И такие варианты ответов. За пределами Архангельской области, на территории Архангельской области или затрудняюсь ответить. Ваши ответы мы ждем в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, куда мы также ждем ваши отзывы и предложения. Ваше мнение очень важно для нас. До свидания и всего вам доброго. До свидания.